Хочу раз посетили место в лесу стихийной сварки. Это поворот около Троснянской трассы, Жуковой Тросна, в сторону очистных сооружений. И что мы видим? Из года в год ситуация не ручается. Мусор как лежит, так и лежали. Видимо, ни грамма мусора вывезено не было. Его закидывают травой и ветками. Пишут, что убрали, читались. Походит зима, ветки опадают, мусор выходит на поверхность. Сейчас пройдем, посмотрим. Видим, что ничего в ручью сторону не поменялось. Причина этого мусора понятна. Он бытовой. Его вывозят из города те жители, которые добросово платят за вывоз из ТБО. Сумма больше, чем платят за жители Брянска, которые получают контейнеры пластмассовые с крышками, и их вывозят ежедневно. А у нас машина приезжает только 5 дней в неделю на 20 минут. Люди не успевают вынести мусор и выкидывают в лес. Деньги получают оператор ТБО, а лес чистят лесники. И сколько это будет продолжаться, я не знаю. Покуратура 2011 года выносила представление о необходимости оборонных контейнеров мусорных. Но в осени они там. Мы видим, что ситуация ничем не руче, чем была год назад. Мусор как лежал, так и лежит. Даже строительный мусор вывозит. Древесину. Бутырки, конечно, которые бьются и повреждают ноги грибникам, ягодникам и просто любителям погулять по лесу. Сварки меньше не становится. Пластик, асбест, стекло, чего только нет. Жуковский район создает проблему мусора в лесах из-за того, что контейнеров нет в городе. Причем жители деньги брать не забывают, они маленькие. И обувь, и мусор, и мешки. Причем всякой твари попали, как говорится. И там, практически, как в каждом кустом, и автомасла, канистры, и тасол, и всякие жидкости. И все в лес. И далее тоже самое. Все завалено. Мы видим, что здесь мусор бытовой. И тянется вдоль всей дороги начисленные. Есть средства мусором. Где-то кучки борщих, где-то маленькие. Где-то мусор тонким сруем раскидан. И покрышки автомобильные, и автомасла. Много всевозможных этих химических автомобильных вещей здесь валяется. Еще ледочек повесили. Под мусоркой. Все на свете. И дальше. Даже книги. Кто-то лично в библиотеку выкинул в лес. Вот так. Игрушки, тряпки, всякие для непопарья. И справа, и слева дороги везде мусор. Вот так лес загажен. То есть, весь лес завален мусором. Автомасла, химические жидкости всевозможные. Тут всякие бутылки. Перейдем в мешки с чем-то. То ли известь, то ли соль. От каждого пустого мусора. Это соевые муки накидал по 35 килограмм. Где какая-то ямка, так какая-то сварка куча. В том году мусора вроде сжигательства, чтобы возить пытались. Что-то сгорело, что-то осталось. А тут еще новую подкинули. Чуть какое угрюбление в земле, так все равно вольно. Тут сигарет куча. Кто-то бычки собирал. Тут мы в том году были. И что? А мусор еще больше стали. Вот что. Под каждым кустом. И лимонады, и автомасла, и тасолы, и аккумуляторы. И всевозможная куча другого мусора. Что тут только нет. Сварка огромная. И опять же мешки, бутылки, банки. То, что стекло не бьется, все знают. Годами будут люди ноги портить. Куча на куча. Вот, когда все к автодороге, Жуков-Трансноржанец подошли, сварка сядет отсюда. Поворот на деревню. А мы в правой стороне. Начинные сооружения. Ориентир хороший. Сварка может запрещена, аж 45 тысяч. Так что, не ошибетесь. А это первый километр от Жуковки. Смотрите. Смотрите. Смотрите.